Герой Советского Союза, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны, человек-легенда Василий Мичурин, сегодня отмечает столетний юбилей. Высокое звание ему присвоили еще в 1940-м. Он стал самым молодым Героем Советского Союза. Великую Отечественную освобождал Беларусь. Прошел с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин. С юбиляром познакомилась Анастасия Бенедесюк. О пройденных милях за вот уж век. Полковник в отставке Мичурин научился рассказывать с улыбкой. Он давно перелеснул страницу непечальной, трагической истории и целого народа, и личной. Сегодня у Василия Сергеевича четверо внуков и шестеро правнуков. Еще несколько лет назад он виртуозно катался на лыжах, теперь вот шутит, окунулся в мир информационный. Газеты, журналы, телеканалы. Он знает все мировые новости. Хотя потому навстречу с журналистами в форме и по форме. А ведь по 30 жары за окном. Сколько китель Ваш весит? Порядочно. А может и больше? Два ордена Красной Звезды. Ордена за мужество, три награды Великой Отечественной войны, ордена Ленина, медаль за отвагу и еще три десятка весомых медалей. На мундире уже нет места. Часть наград юбиляр бережно хранит в коробке. Война с первосоветско-финской Василия Сергеевича застала в городе Горьком, когда ему не было еще и 23-х. Он принял присягу и освоил пулемет «Максим». 11 февраля 1940-го. В наступательной операции он останется единственным выжившим пулеметчиком своего взвода. А уже 12-го бой закончится с большими потерями противника. За ту ночь Мичурин станет и 308-м по счету кавалером Золотой Звезды, и самым молодым героем Советского Союза. Это курсант Минского военно-политического училища, так, помкомзвод, три угольника. Это примерно 24 года. Затем была Великая Отечественная, он освобождал Беларусь, участвовал в боях под Смоленском и операции «Багратион». Брал Кёнигсберг, а затем Берлин. 3 мая с боевыми товарищами он водрузил знамя победы над Рейхстагом. И сразу в новый бой. Его подразделение направили в Чехословакию. Там еще сопротивлялись немцы День Победы. Герой Мичурин отметит только 13 мая. Прошло более 70 лет. Сегодня у Василия Сергеевича знатный юбилей. 100 лет. А потому снова парадный китель. И встречать гостей. Все с цветами, подарками и, пожалуй, главными словами. Благодарности за победу, за мир сегодня и с пожеланиями только одного – здоровья. Это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. Это, я бы сказала, даже не золотой, а, наверное, платиновый, бриллиантовый фонд нашей истории. 100 лет Василий Сергеевич все еще бодр и полон силы. Уже приглашает на очередной юбилей. Анастасия Бенедесюк, Алексей Юна, жители компании СТВ.